С 1 августа в Подмосковье начали действовать льготы на проезд для пенсионеров. Расскажите подробнее о том, какие категории граждан теперь пользуются бесплатным проездом в пригородных электричках. На территории Московской области с 1 августа губернатор Московской области Андрей Юрьевичем Воробьевым введена дополнительная мера соцподдержки для некоторых категорий пенсионеров, которые в том числе и пенсионеров силовых ведомств без ограничения дохода. Это, конечно же, мера такая новая, никогда и раньше ее не было. Пенсионеры у нас без льготного статуса пользовались только дополнительной мерой, введенной на территории Московской области по бесплатному проезду, городским транспортом на территории Московской области. И вот эта мера, конечно, совершенно неожиданная и очень радостная для наших пенсионеров. Важно отметить, что на территории городского округа Мытищи более 41 тысячи таких граждан, которые смогут воспользоваться этой мерой соцподдержки. Кроме пенсионеров без льготного статуса, этой меры смогут воспользоваться и родители из многодетных семей для достижения ребенка 23-летнего возраста и родители, имеющие ребенка-инвалида в случае его обучения до 23-летнего возраста по очной форме обучения. Кроме всего прочего, эта льгота касается почетных доноров России и почетных доноров Советского Союза. И также дополнительно в категории введены опекуны и попечители детей-сирот. Поэтому и категории расширены, и новые меры социальной поддержки, которые действительно гражданам очень и очень важны. С 1 сентября вступает в силу еще одно транспортное нововведение. О чем именно идет речь? С 1 сентября вводится еще одна дополнительная мера соцподдержки. Андрей Юрьевич принял такое решение. И, конечно же, это воспринято тоже очень положительно среди наших категорий пенсионеров, которым исполнилось 60 лет и старше возраста. Это мера без ограничений льготных категорий. То есть при достижении 60-летнего возраста вы можете пользоваться мерой социальной поддержки по бесплатному проезду на территории города Москвы, в том числе метро. Единственное, что эта мера не распространяется на московское центральное кольцо, которое недавно было построено, но монорельсовую дорогу она распространяется. Конечно, это важное подспорье, и очень жители ждали этой меры, поэтому очень приятно об этом говорить, что это теперь у нас будет дополнительно. Что необходимо сделать для того, чтобы воспользоваться мерами поддержки? Для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом по железной дороге, достаточно обратиться в железнодорожную кассу, и социальную карту кассир вам закодирует этой льготой. Эта мера также предоставляется и федеральным льготникам, и региональным льготникам. Поступают обращения от граждан, которые получили эту меру дополнительно с 1 августа, можно ли будет по социальной карте проходить через турникет. К сожалению, программное обеспечение железной дороги не предусмотрено для такого прохода, как в метро. Поэтому социальная карта намагничивается, но при каждой поездке на железной дороге, как и федеральные льготники, так же, как и региональные льготники, пенсионеры, получившие эту льготу, будут должны обращаться каждый раз за проездным билетом, предъявляя социальную карту. С 1 августа наши сотрудники управления находились на железнодорожных кассах. Соответственно, если были вопросы, у кого-то не могла перекодироваться социальная карта, значит, мы выдавали таким гражданам справочку на железнодорожный проезд, и они могли тогда последовать туда, куда хотели. Но с последующим обращением к нам в управление. Поэтому, если сейчас у кого-то возникают вопросы при обращении в железнодорожную кассу, у них там не происходит кодировки социальной карты, или у граждан, у кого нет льгот, и они никогда не обращались на железную дорогу за этой мерой, социальную карту не заводили, она у них, может быть, была только в качестве скидочной социальной карты, поэтому могут обратиться, и мы оформим социальную карту. На период оформления социальной карты будет выдаваться справочка для проезда по железной дороге. Расскажите подробнее о том, как оформить социальную карту для проезда по городу Москва. Порядок оформления социальной карты для проезда по территории города Москвы тоже достаточно прост. Необходимо будет обратиться к нам в управление для перекодировки карты или в МФЦ. На определенном аппарате Ридере эта процедура занимает не более 10 секунд, карта кодируется. Гражданам, которым 60 лет, исполнится после 1 сентября этого года, соответственно, нужно будет оформлять заново социальную карту, потому что у них этот проезд не сможет кодироваться. Поэтому для этого нужно будет обратиться, опять же, или к нам в управление, или в МФЦ для оформления социальной карты. Телефон горячей линии Матичинского управления 8495 502 7080.